Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Если вы до сих пор не подписаны, то я буду благодарна каждому, кто подпишется. Кто все равно смотрит мой контент, пишет мне комментарии, будет очень приятно, если еще вы подпишетесь. Также еще такой небольшой бонус, комментарии от тех людей, которые на меня подписаны. Они у меня отображаются в самом верху, так что у нас с вами будет больше коммуникации. Это такой мотиватор для вас, чтобы подписаться. Итак, что у нас на сегодня? Сказать честно, мне безумно нравится стол, который сегодня получился. Возможно, вам покажется ничего особенного, но мне кажется, это настолько сочетается между собой, настолько красиво, вкусно. И знаете, спонтанно, просто из того, что есть у нас сегодня дома. То есть специально ходить там в супермаркет, что-то покупать, такого не было. Просто собрала все, что есть и решила снять мукпанг, потому что сегодня лед как из ведра на улице дождик. Я думаю, почему бы не снять видео. У нас сегодня яичница с помидорками, кофе 3 в 1, хотел сказать, обычный кофе черный, но очень вкусный. Он со вкусом карамели. Последнее время мой любимый йогурт от Чудо. Творожные два слоя. Но вы знаете, здесь внизу такое варенье, а есть точно-точно такое же, без вот этой начинки снизу. Он гораздо вкуснее. Здесь у нас роллы из лаваша. Получаются очень быстро, очень вкусно. Бутерброды с селедкой и сыром Филадельфия. Колбаска с оливками. Очень вкусная сервелат. Украинского производителя там даже с флагом. Такая колбаска. Яйца отваренные. И небольшой один донат. Если вы тоже кушаете, то приятного аппетита вам тоже. А я, пожалуй, приступаю. Сегодня буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали под прошлым мукпангом. Очень много однотипных вопросов было касательно зубов. Об этом, опять же, будет отдельное видео. Просто я все никак его не смонтирую. Есть фотографии, которые мне должны отправить. И вот как только мне их отправят, я смонтирую и выложу для вас отдельное видео. Многим интересно, буду ли я делать нижние зубы. Наверху у меня стоят виниры. А что насчет низа? Честно, низ мне пока что делать не хочется. Я просто хочу отбелить зубы снизу. Если разница будет сильная, наверное, сделаю. А если нет, пока что оставлю только верх. Если сильно будет бросаться в глаза и будет меня беспокоить, я сделаю. На самом деле, процедура очень-очень дорогая. Дело не в том, что верх сделала, низ денег нет. Деньги есть, просто нижние зубы, они меня не беспокоят. Поэтому пока что не знаю. На днях я схожу, отбелю нижние зубы. Если все будет окей, просто время от времени, каждые, например, полгода, я буду ходить на отбеливание зубов нижних. А верхние у меня просто останутся виниры. Я абсолютно не жалею об этой процедуре. Мне все нравится. Я очень рада, что я это сделала. Конечно, понятное дело, пока рано. Рано в том плане, что посмотрим, лет через 10 я буду довольна или нет. Но пока что в моей голове я считаю, что это очень правильное решение. В комментариях мне пишут, что я начала выглядеть старше. Соглашусь с вами. Но я старше выгляжу после бровей, мне кажется. Когда я сделала брови, я просто пришла домой. Вы знаете, что я обнаружила? Прямо сразу плюс 10 лет. Моментально. Просто плюс 10 лет. Я поняла, что перманент это не моя процедура абсолютно. в рекомендацию видела девушку. Нашу местную из Баку. Она сделала себе стрелки и довольно не короткие, синие. Синие стрелки. конечно, это выбор каждого. Я ни в коем случае не имею права никого осуждать. Но синие стрелки, ребят. тоже самое касательно татуировок. Многие обычно предполагают, что у нас в Азербайджане никто татуировки не набивает. наоборот. С каждым годом все больше и больше людей я вижу в городе с татуировками. И это уже не является никаким показателем. Что-то чокнутое и так далее. Раньше как-то даже вот пожилые люди говорили вот он на белой татуировке. Наверное, у него с головой не все дома. сейчас это абсолютно нормальная практика. Но перманент, тату это все не мое. Возможно, когда-нибудь я поменяю свое мнение по этому поводу. Причем на мужчине татуировки мне нравятся. Это очень красиво, на мой взгляд. особенно, если мужчина такой, знаете, брутальный и на нем такие татушки. Это красиво. У меня у молодого человека тоже есть татуировки. И ему они идут. Откуда, куда мы? Очень интересный комментарий, который я бы хотела озвучить и немножко порассуждать на эту тему. Девушка пишет. Почему, когда у некоторых людей появляются деньги, у них меняется характер, манера поведения? Причем этот комментарий очень сильно залайканный. Я так понимаю, что подразумевается мое поведение. Потому что этот комментарий написан под моим видео. у меня просто один вопрос. С чего я взяли, что у меня резко появились деньги. Я просто повызрослела. Посмотрите мои старые видео, которые сняты 5 лет назад. Я там совсем зеленая. И те вещи, которые раньше мне казались нормой, сейчас мне застыдно за эти вещи. Я повзрослела, я изменилась. Какие-то вещи... Это независимо от денег, есть ли у меня деньги или нет. Я просто поменяла ракурс своего видения ситуации. Например, пранки. Раньше я считала, что это нормальный контент, который набирает хорошие просмотры и приносит мне деньги. сейчас... Мне кажется, как-то это несерьезно. Вот если бы у меня была бы дочь лет 13-14, она снимала бы пранки, я бы подумала, окей. Но сейчас... Ну, это как-то не то. Не знаю, мне стыдно снимать пранки. Потом мне стыдно снимать совсем прям бедные столы. Раньше я могла снять мукбанг, просто взял пюрешечку, там одна сосисочка, сижу и снимаю мукбанг, даже без макияжа, без прически. Я не говорю, что сейчас я выгляжу безумно эстетично и я снимаю очень круто. Нет, абсолютно. Я это не хочу сказать. Если сравнивать нас с корейскими ASMR-блогерами, просто ноль. То количество, которое они кушают, то, как они это все эстетично снимают, даже близко, даже близко не стоим. Просто раньше почему-то у меня вот не было подобных комплексов, так скажем. Я даже могла бы с супербедным столом снять мукбанг. Сейчас, ну, сейчас напишу, сейчас тоже у тебя не вау столы. Согласна, но такого, как раньше, уже я позволить тебе не могу. Обязательно должна сделать макияж, привести себя в порядок. Я просто ставлю себя на место зрителя. Вот мне лично не хочу ни в коем случае никого обидеть, но мне неприятно смотреть на некрасивую картинку. Некрасивую в каком плане. Я не говорю, что у человека должны быть идеальные черты лица, но как-то опрятно должно быть все. Мне очень приятно смотреть на Марину, на мукбанге, который она снимает, например. Мне очень нравится Снежанна. Она добрая. новых много девчонок, которые начали снимать. Не подумайте, я ни в коем случае не воспринимаю этих людей как конкуренцию. Нет, наоборот, хорошо, что они есть, потому что они зарождают желание других людей смотреть подобный контент. и конкуренция это всегда хорошо, поверьте мне. Во-первых, это вас стимулирует что-то менять. Иногда бывает, я у кого-то там увижу стол, думаю, идея, можно сочетать эти продукты вместе и сделать интересный стол. Вот сейчас ищу хорошую доставку роллов, которые делают необычные роллы какие-то, потому что у меня всегда однотипные роллы, мне хочется какое-то разнообразие для канала, но я вот сколько не смотрю, все доставки делают плюс-минус одно и то же. Какая вкусная яичница. На сливочном масле безумно вкусно. Бутерброд с сыром Филадельфия. Сверху здесь селедка и небольшие дольки лука красного. я три вопроса скринила и в комментариях всем написала, что отвечу обязательно видео. Поэтому надо не забыть не крутиться вокруг одного вопроса, как я делаю всегда. извиняюсь за посторонние шумы, это очень сильно льет дождик, как из ветра. Если вы слышите вот этот шум непонятный, это дождь ударяет об стекла. Привет, Айка, ты будешь теперь только акцентировать на азербайджанский канал или все-таки будешь активно вести русскоязычный блог? Ответь, пожалуйста, очень интересно. Я планирую вести и то, и другое, потому что азербайджанский ютуб канал у меня хорошо развивается и сейчас сама в шоке. Сколько новых у меня зрителей. Я просто, знаете, как хочу, я хочу и туда, и сюда снимать в одинаковой последовательности. Например, я сняла влог туда. Я вот сегодня снимаю похожий влог про сегодняшний день, постараться показать те товары, которые я купила там, показать и здесь. То есть, я буду чередовать влоги, а все знаете почему? У меня есть двойная сестра, которая живет в Дагестане, и она абсолютно не любит мои мукбанки Сивили, если ты смотришь, тебе огромный привет. И она меня время от времени, кстати, ругает. Она не знает о цирпачанске. Постоянно недовольна тем, что я снимаю, как кажется, ей гораздо больше туда, нежели сюда. Конечно, в плане заработка, признаюсь честно, снимать для азербайджанской язычной аудитории гораздо выгоднее. Разница просто огромная, потому что к сожалению, в России монетизации нет, поэтому мы как бы для этой аудитории снимаем, можно сказать, бесплатно. Но даже если за это вообще не будут платить, я все равно буду продолжать снимать для вас контент. Просто только на энтузиазме далеко не поедешь. У человека есть свои цели, желания, то, чего он хочет добиться. Поэтому я буду параллельно вести и тот канал, и этот канал, и сюда выпускать видео, и туда. Просто весь январь мне делали зубы, я физически не могла снимать мукбанки, поэтому я на какой-то период немножко отдалилась. Но теперь мы возвращаемся в старый режим и будем продолжать снимать контент. На этом все, мои хорошие. Было очень вкусно. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.